европейцы могут нас понять а у простых граждан мнение другое почему так в германии все квадратишь практиш гуд что русскому нужно для счастья сейчас не самое легкое время чтобы быть русским дороже алмазов серебра и золото ценятся друзья и вера социальный статус или денежные купюры меркнут перед значимостью личных отношений и при этом в россии почти самое важное это преданность это проект мы и они на выезде я его автор мария шахова я в сочи и кажется я нашла иностранца который наконец понял русскую душу и это автор этой книги ханс юахим фрай суперзвезда в мире оперного менеджмента родился в германии но из-за работы большую часть жизни прожил в других странах объездил почти всю россию однако на переезд долго не решался хотя далекие русские корни и вкус бабушкиных пирожков манили его с детства в 2017 должность худрука сириуса привела его в адлер и он остался влюбившись в легкость и дружелюбие местных автор бестселлера покорившего европейский рынок книги разрушающий навязанные мифы и стереотипы россии а и Ханс, хочу поблагодарить тебя в первую очередь за то, что ты в своем плотном графике нашел для нас время. Несмотря на то, что ты уже 7 лет живешь в России, я знаю, что ты понимаешь по-русски и неплохо говоришь, но хотелось бы чуть глубже узнать от тебя какие-то мысли, поэтому я предлагаю перейти на английский. И специально для наших зрителей поясню, что то, что я буду говорить на русском, переводчик тебе будет переводить на английский. Ты готов? Я готов. И очень приятно, что это очень огромное место. Я знаю, что ты родился и вырос в Германии, но при этом у тебя очень много связи с Россией, потому что твои предки когда-то жили в Петербурге. И после революции они бежали в Кёнигсберг, современный Калининград. И при этом ты не просто в детстве очень много слышал о России, ты чувствовал ее. И твоя книга, в частности, начинается с таких слов. Яйца Фаберже, русская рулетка, икра, водка, серп и молот, автомат Калашникова, первый спутник Земли и первый человек в космосе, красные звезды и церкви с луковичными куполами, царский двор. Одна из этих ассоциаций обязательно приходит на ум, когда речь заходит о России. Ореол мощи, мифа, загадки и неизведанной глубины на протяжении столетий, окружает эту страну. Ты не сразу переехал в Россию. Расскажи о своих первых ощущениях, когда ты только приехал в страну. Моя семья всегда была связана с Россией. Еще когда я был маленьким мальчиком, я жил в доме моей бабушки. Моя семья из балтийских немцев, но бабушка росла в Санкт-Петербурге, так что они все говорили по-русски. В первых же дней у нее, а мне тогда было 6, 7, 8 лет, я слышал о русской культуре, о том, как устроена жизнь в Петербурге. Ел пирожки, плов, борщ. Все эти традиции были заложены в моей душе. Я впервые приехал в Россию в 1996 году. Мне тогда был 31 год, много лет назад. И эта страна меня очень впечатлила. Я гулял по Красной площади. Это были еще те времена, когда президентом был Ельцин. Но да, я был глубоко впечатлен, и с тех пор приезжал каждый год. А иногда даже дважды в год. И все же я не собирался здесь работать. Но я навсегда влюбился в Россию. Был очарован вашей культурой. Привык к вечерам с застольями, с множеством гостей, с пирожками и рюмочкой водки. Это, можно сказать, для меня было уже нормой. За те годы, когда я регулярно посещал Россию, я все ближе, ближе и ближе подбирался к тому, чтобы понять русскую душу. В 2013 году ты получаешь оффер здесь, в России, и принимаешь решение переехать. Это совершенно особенная история, которая связана с Владимиром Владимировичем Путином. В 2009 году он посетил мой оперный бал. Я тогда не собирался работать в России, но он лично меня спросил, как я вообще отношусь к этой идее, поработать в России. И я ответил, я никогда об этом не думал, но если вы пригласите, я, конечно, приеду. Спустя 4 месяца он пригласил меня в Дом правительства. Мне предложили стать постоянным советником генерального директора Большого театра. И я еще глубже погрузился в работу в вашей прекрасной стране. Спустя несколько лет меня пригласили работать в Сириус, и теперь это часть моей личной истории. Ну, наверняка при переезде у тебя были какие-то размышления о жизни в России, и в том числе наверняка были какие-то ожидания. Вот какие ожидания в итоге реализовались, а какие, собственно, пришлось отпустить. Я был открыт ко всему новому. Я не хотел замыкаться, а, напротив, увидеть и почувствовать что-то совершенно новое, сделать то, чем раньше не занимался. Когда ты знакомишься с русскими, они отстраненные. В обществе русских людей поначалу немного смущаешься. Да, вы не улыбаетесь. Можете быть не слишком приветливыми и очень отстраненными. Но если вы успешно проходите через этот этап и становитесь друзьями, между вами будет просто невероятная связь на всю жизнь. То же самое касается работы. Когда приступаешь к какому-то делу, даже контракты не нужны. Как договорились, так все и будет. Понимаете, в Германии все квадратиш-практиш-гут, как те шоколадки. Все очень организовано и здорово, но это не вопрос преданности. Люди не такие благодарные, но очень исполнительные. Они потеряли ту самую душу, веру. Мне очень понравилось выражение в твоей книге «Дороже алмазов». Серебра и золото ценятся друзья или вера. Социальный статус или денежные купюры меркнут перед значимостью личных отношений. И при этом в России почти самое важное – это преданность. Мне кажется, это настолько глубоко отражает нашу культуру и нас самих. Но при этом ты также говоришь о том, что ты не знаешь ни одной страны в мире, которая бы страдала от предрассудков и демонизации столь же сильно, как Россия. И насколько я понимаю, ты сам с этим столкнулся в том числе. И были какие-то негативные отзывы и нападки на тебя, в том числе в Германии. Почему так происходило? Знаете, нельзя говорить, что немцы вот такие, а все русские такие. Все очень индивидуально. У меня по сей день есть близкие друзья в Германии, которые просто обожают Россию. Это проявляется во многом. Дело в том, что на общество оказывается сильнейшее давление со стороны газет, медиа и других источников пропаганды. Так что это сложное время, в том числе для них. Если сейчас приехать в Германию, там невозможно найти позитивную атмосферу. Люди находятся в жутком стрессе. Например, там очень дорогая электроэнергия, так что люди там пострадали от санкций. Я бы даже сказал, что пострадали сильнее, чем русские, потому что у вас другой менталитет. Да, русские тоже испытывают стресс, но потом могут отвлечься и наслаждаться жизнью. Немцы, напротив, живут со стрессом ежедневно. Это огромный недостаток. Они живут чувством долга. Я должен работать, решать проблемы, я должен быть таким и вот таким. Все это очень и очень сложно. А в России иначе, поэтому я приглашаю сюда всех знакомых. Говорю, приезжайте. Вы почувствуете просто невероятную атмосферу. Посмотрите на этих счастливых людей. На юге России немного другой менталитет. Да, это... Как ты привыкал к нему? И были ли какие-то сложности? Этому мне пришлось научиться. Когда приезжаешь в Россию, видишь, что здесь живут не только русские люди. Например, на Кавказе совершенно другой менталитет по сравнению с Москвой. Москвичи гордятся тем, что живут в столице, а остальные города считаются провинцией. В Санкт-Петербурге люди считают себя элитой. Жителями культурной столицы, интеллектуальным цветом страны. Москвичи очень любят деньги. А здесь, ближе к Кавказским горам, ценится дружба. Мужчина имеет статус главного в семье. А это сейчас практически невозможно найти в Европе. Но это правда здорово. Здесь, в Сочи, живут многие армяне, кавказцы, много людей из Дагестана. Это очень интересное культурное сочетание. Я бы сказал, что это похоже на юг Европы. Италию или Испанию. Все это вместе окрашивает Россию во множество разных цветов. В то же время сюда приезжает большое количество туристов. Так что Сочи — это микс менталитетов. Сюда едут люди из северных регионов, чтобы почувствовать неповторимую атмосферу, побывать на море. В общем, просто невероятное место. Как ты привыкал к этому? Вопрос даже не в том, как привыкнуть. Скорее вопрос состоит в том, как стать частью этого. Нужно быть очень открытым. Нужно уметь чувствовать и видеть. Вы же знаете, что я актер. Когда я встречаю новых людей, я стараюсь, если можно так выразиться, зеркалить их манеры и поведение. Если кто-то очень закрытый сидит передо мной, вот так, скрестив ноги, я сажусь в такую же позицию. А бывает наоборот. «Привет, Ханс, как дела? У тебя все нормально? Выпить хочешь?» «Конечно, выпьем. Давай!» Вот так, по-разному я стараюсь себя вести с людьми, чтобы каждому собеседнику было комфортно. Тут я применяю свои актерские навыки. Это идет изнутри. Когда я общаюсь с кавказскими людьми, это мне тоже уже привычно. У них особый менталитет. Я могу с ними выпить. Мы можем вообще пить всю ночь и петь песни. Кстати, теперь я в курсе, как правильно пить водку. «Три, четыре! Ура, ура, ура!» Всему этому я научился здесь. Но я также могу быть спокойным, серьезным в общении, когда необходимо обсудить важные вещи. Но мне кажется, это настоящий секрет твоего успеха просто. Ханс, мы находимся в центре «Сириус». Сегодня мы прослушали замечательный концерт молодых исполнителей, родом из Нижнего Новгорода. Именно здесь, в этом центре, ты являешься художественным руководителем. И именно ты даешь возможность людям, которые приезжают в Адлер и Сочи, насладиться настоящей оперой. Неоднократно в интервью ты говорил, что культура – это язык страны. И для того, чтобы понять страну, нужно узнать ее культуру. Расскажи, пожалуйста, какой он, наш язык, и чем он отличается от немецкого языка. Я бы сказал, что российская культура – это особое явление с глубокой душой. Она очень яркая, самобытная. Это уникальный баланс противоположностей – от глубины, темноты и даже депрессивного состояния до истинного оптимизма. Поэтому, если бы надо было написать ее красками, то, как я вижу русскую музыку, я бы выбрал сложный цвет. Например, не будем в этом контексте рассматривать Германию. Лучше возьмем цвета Италии. Это солнце, много света и легкость. Итальянский язык, которым я, кстати, очень хорошо владею, включает в себя обилие сослагательного наклонения. То есть таких фраз, как «могло бы быть», «должно быть», «возможно» и так далее. И никаких фактов. Потому что такова сама итальянская культура. Немецкий, напротив, язык фактов. Он очень точный. Прямо как музыка Иоганна Себастьяна Баха. Как то, что мы сегодня слышали на сцене. Просто супер. Интеллигентный, остроумный, быстрый. А русский слегка меланхоличный. Полный очень глубокой поэзии, языка. А почему, как ты считаешь, у нас сложилась такая культура? Такая меланхолия? Не только меланхолия. 27 лет назад я основал крупный международный вокальный конкурс. И первыми победителями в нем стали русские вокалисты. С самого начала. Так что я могу вам кое-что рассказать о менталитете. Я занимаюсь организацией конкурсов уже 20 лет. И за эти десятилетия я слышал примерно 20 тысяч певцов со всего мира. И это очень интересно — слушать, как поют люди. Взять, к примеру, корейцев. Они фантастически образованные, просто невероятные. Лучшие певцы в плане образования и техники исполнения. Но у них всегда одна проблема. Сам я пять лет занимался преподаванием в Южной Корее. Я был профессором. Каждое утро в 10 часов они уже сидели и ждали занятия. Но у всех студентов была проблема с тем, чтобы показать свою индивидуальность. По сей день в конкурсах они занимают второе, третье, четвертое место, но никогда не становятся победителями, потому что в нужный момент они слишком смущаются. Они слишком скромные, чтобы показать свою личность. Русские певцы, в свою очередь, не менее образованы. У них прекрасные голоса, и знаете, как мы говорим в Европе? Они словно выходят из леса. Понимаете? Не все, конечно, но многие. И многие побеждают в конкурсе благодаря этой харизме. У американских певцов тоже фантастическое образование. Они обаятельные, но не душевные. Они улыбчивые, готовы показать себя, но им не хватает глубины, мрачноватости. Как и немецким артистам, которые очень собранные, но недостаточно глубокие. Что касается России, у вас отличный баланс дисциплинированности, образованности, выдающиеся голоса, культура, а также, что немаловажно, у вас есть душа. Это один из секретов, благодаря которым русские певцы настолько успешны и востребованы. Сейчас об этом не принято писать в газетах, но по сей день, по всему миру, в опере, я бы сказал, около 50% певцов – выходцы из постсоветского пространства. 50%! Это о чем-то договорит. О богатстве, о невероятной важности вашей культуры. Я молю Бога о том, чтобы это никогда не было утеряно. Проникновение русской культуры в мировую просто огромное. Ее влияние огромное на мировую культуру. Сейчас, наверное, меньше, но буквально в прошлом году мы очень часто слышали о повсеместной отмене русской культуры. Как вообще ты к этому относишься? Это полная глупость. Совсем недавно Анна Нетребко выступала в Берлине, причем с огромным успехом. По-моему, это крайне важно – показать, что это абсолютно нормально. Кстати, я расскажу вам одну историю, которая для меня была очень трогательной. 20 лет назад я возродил Дрезденский оперный театр, был его основателем. В 2019-м бал посетила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. За день до своего визита она была на заседании Совета безопасности в Мюнхене и делала там сильные антироссийские заявления и отмечала, что поддерживает США и во всем винила Россию. А на следующий день она приехала на мой бал. А когда начался оперный бал, среди танцующих была балерина Светлана Захарова. Она танцевала восхитительно. Позже Урсула фон дер Ляйен, которая всего лишь за день до этого делала громкие заявления России, восторженно хлопала в ладоши и воскликнула. «Это было невероятно! Только русские! Только русские могут так прекрасно танцевать!» «Спасибо вам, мистер Фрай! Браво, Светлана! Браво! Прошу вас, давайте сфотографируемся!» У меня до сих пор лежат те снимки, на которых Урсула фон дер Ляйен сидит рядом со Светланой Захаровой. Так что, видите ли, культура в силах что-то изменить, пусть даже на короткий миг. А как ты считаешь, почему европейцы не могут нас понять? Или они просто не хотят этого делать? Вы знаете, есть два или даже три разных слоя европейцев. Впервые за 60-70 лет у правительства, политиков и медиа одно общее мнение. А у простых граждан мнение другое. Это чистая правда. У меня много друзей, которые приняли сторону России. Я расскажу вам еще одну замечательную историю. Этим летом, в начале июля, я был в Дрездене, где раньше жил в Германии. Именно в день, когда я туда прилетел, было объявлено, что за два месяца до этого я был награжден Орденом Дружбы. И что я сказал такую фразу «Я люблю русскую культуру и традиции и остаюсь на стороне России». Все местные газеты вышли заголовками «Фрай на стороне России». Мы с дочерью пошли обедать в кафе в центре Дрездена на улице. Внезапно ко мне подошли два мужчины, остановились рядом и спросили «Вы мистер Фрай? Молодец! Мы на вашей стороне! Так держать! Все верно!» Есть два разных мира. Обычные люди уже давно понимают, что происходит на самом деле. А если говорить о денежном вопросе, где можно больше заработать? В России или в Германии? Знаете, это личный вопрос. В Германии система экономики очень четкая и организованная. Секрет успеха этой страны в том, какими знаниями обладают немецкие инженеры. Там очень развита наука, которой немцы обучают весь остальной мир. Например, огромный успех в немецкой автомобильной индустрии позволил другим странам, как Китай, тоже достичь успеха. Но лично я хочу жить здесь. Не буду говорить за своих друзей, но лично мне здесь лучше. И тут я хотел бы еще раз упомянуть различия в культурах. Когда я прихожу к русскому домой, он рад меня видеть, и мы можем поговорить с ним о делах. Я сейчас объясню вам, в чем различия с немцами. В Германии при встрече ты скажешь «Здравствуйте!» Я никогда не забуду, как я встретил богатейшего человека Бремена, когда я стал генеральным директором и искал спонсорские деньги для проекта. Он дал мне ровно 15 минут на встречу. «Садитесь. Что я могу сделать для вас?» «Окей. Ладно. Спасибо. До свидания». Затем я полетел уже в Австрию. Это самая большая ошибка — говорить в первые 15 минут о делах. Я позже осознал это. Потому что, когда я пришел к бургомистру, он рассказал мне, как провел выходные. «Ой, я катался на лыжах, гулял, отлично провел время». И только в последние 5 минут я говорю «А может, мы кое-что обсудим?» «Вот таким образом мы это сделаем». «Окей». Но дальше мы снова будем обсуждать, чем заняться на выходных. Кстати, еще один пример. Я был в Америке, меня пригласили домой. И поначалу обстановка вполне была гостеприимной. Я даже подумал «Ого, надо же! Прямо как в России!» Но ровно в 22.00 они встали, пожали мне руку и сказали «Спасибо! Сейчас уже 10 вечера, нам пора спать. Уходите, пожалуйста». Окей, понятно. Понимаете, это все не по-настоящему. Наигранно. Есть также огромная разница в том, как люди ведут себя, когда вы говорите о коммерческих проектах. Русские, как вы знаете, если хотят успешный бизнес, сначала надо встретиться, затем еще раз встретиться, затем еще и еще. Почитать все это на бумаге, выпить вместе и только потом как-то достичь доверия, которое позволяет вам вместе работать. Конечно, нужно сначала стать друзьями. Да, абсолютно. Абсолютно. Ханс, мы приехали с тобой в очень красивое, живописное место. Где-то между Сочи и Адлером. Насколько я знаю от моих друзей, которые переехали в Германию, жизненное кредо немцев – это «Discherheit». Я правильно говорю? «Discherheit». Да. Это уверенность. И эта уверенность заключается во всем. То есть это бесконечные страховки, страховки на страховке. Все, что можно застраховать, оно обязательно будет застраховано. У нас же, у русских, скорее кредо – это авось или как бог даст. Расскажи, как ты живешь здесь, больше по немецким правилам или уже обрусил, как говорят? Я расскажу вам две забавные истории. Первая из них о том, как я прибыл в Россию в 2010 году. Со мной тогда работал переводчик Олег, которого я упоминаю в своей книге. Мой секретарь готовился к моему путешествию в Москву, каждый день обращаясь к Олегу с вопросами. «Ханс прилетит завтра вечером в 6 часов. Что по плану в 9 часов? Какое будет расписание на следующий день? Что запланировано на 11? В 2 часа? В 5 часов? «Пожалуйста, напишите мне, чтобы я составил подробное расписание». Он звонил не менее 5 раз. А потом Олег перезвонил мне и сказал, «Ханс, сначала приезжай, ждем тебя. А когда уже будешь здесь, разберемся». А вторая история связана со страховкой. Привычная вещь для жителей Германии. Например, у каждого немца обычно оформлено по 10, а то и по 15 страховок. Застрахован и их дом, и машина, и здоровье, и жизнь, и все остальное. Пенсия, например. У всех немцев так. Честно говоря, даже у меня в Германии есть 6 или 7 страховок. Но в России с этим вообще по-другому. Сначала я научился тому, что сказал Олег. «Ты приезжай, а дальше будет видно». И со временем, за те годы, которые я провел в этой стране, я все больше и больше узнавал, как здесь все устроено. Теперь я понимаю, что тут не нужно страховать свое здоровье. Если у тебя возникает проблема, ты просто идешь к врачу и платишь ему за осмотр. Цены здесь гораздо ниже, чем в Германии. И да, страховка не особенно нужна. Все это открыло мне позитивную сторону русского менталитета. Нужно быть проще, расслабиться, не надо все подряд контролировать. Потому что обычно говорят так, и я с этим согласен. Человек предполагает, а Бог располагает. И в итоге все будет так, как должно. Этот подход мне очень нравится. Но при этом при колоссальных расходах на страховки немцы считаются все-таки достаточно экономными и рациональными. Насколько мне известно, зимой, например, немцы очень экономят отопление. То есть, например, они могут включить отопление в зале, а в спальне сделать его минимальным. Или, например, когда моются в душе, то выключают воду, когда намыливают голову. Расскажи, так это на самом деле или нет. И когда ты переехал в Россию, ты как-то стал по-другому относиться к тратам вообще? Нет, в России я живу так, как привык, пользуюсь всем подряд. Я бы сказал, что это вообще проблема немцев не тратить электроэнергию, экономить на всем подряд. Да, это огромная проблема, и многие немцы от этого очень сильно устают. Многие люди так говорят про меня, и можете позже спросить об этом мою жену, но говорят, что я немец с русской душой. Пожалуй, так и есть. Как ты считаешь, русским все-таки не хватает вот этой рациональности? Давайте я приведу еще один типичный пример. Представьте, что немец собирается в путешествие. Сегодня пятница. Ему нужно уезжать в понедельник. Он начнет собирать чемодан в пятницу вечером или в субботу утром. Спроси русского, ты собрал чемоданы? И он ответит, нет, мне же уезжать только в понедельник. Соберется утром или вечером воскресенье. Так что разница в том, что немцы ко всему готовятся заранее. И мне это тоже свойственно. Я ко всему готовлюсь заблаговременно. Мне пришлось долго учиться тому, что надо быть более расслабленным. Но если говорить все-таки о менталитете, то, например, если в Германии будет что-то запрещено, но условно будет висеть табличка «туда нельзя идти». Стоп. Немцы туда не пойдут. Если будет сказано «нужно обойти вот так» или «пройти только на зеленый сигнал светофора», немцы сделают именно так. Это вот про менталитет или все-таки про следование правил? То есть, ну почему немцы такие? Я не стану говорить о себе, потому что, по правде говоря, я уже наполовину русский. Ко всему привык. Когда я приезжаю в Германию, меня там называют сумасшедшим, потому что я хожу по своему собственному маршруту. Я расскажу вам еще одну историю, которую услышал во времена пандемии. Она невероятно немецкая. Один мой друг во время пандемии навестил подругу, которая не была его девушкой, приехал к ней прямо домой в ее апартаменты. В то время в Германии было строго запрещено ходить в гости к другому человеку. Каждый должен был оставаться у себя дома. Так вот они сидели вместе и слушали музыку, а сосед снизу услышал, что наверху два голоса, и позвонил в полицию. Серьезно, это реальная история. Полицейские приехали и спросили, у вас гости? А девушка ответила, ну да, это мой парень, он тут живет. А полицейский спросил, могу ли я пройти ванную? Для чего? Я хочу посмотреть, сколько у вас ванной и зубных щеток. Правда ли он здесь живет? К счастью, у девушки и так были две зубные щетки, так что ей повезло. Но только подумайте, какой там менталитет. Нужно проверить, сколько щеток в ванной, все проконтролировать. Вот это абсолютно типичное мышление немцев. В своей книге ты говоришь о том, что для того, чтобы понять менталитет русских, нужно попробовать русскую кухню. Ты можешь назвать три своих самых любимых блюда и объяснить, в чем они отражают наш менталитет? Ой, любимые блюда сразу пришли мне на ум. Хотя отмечу, что их у меня много. У вас прекрасная кухня, фантастически вкусная. Я даже знаю особенности кавказской кухни. В блюдах есть отличия. Но больше всего я люблю борщ. Также люблю пельмени, а еще пирожки. А еще я люблю такие, как вы их называете? Помню, как они называются на немецком. Знаете, такие большие. В Монголии из них еще сначала выпивают бульон. А, хинкали. Еще в России есть такая особенность. Когда садишься за стол, он всегда накрыт и ломится от еды. На нем много салатов, люди садятся и сразу начинают есть и пить. В Германии на столе стоит только хлеб. Потом уже выносят суп, салат, потом главное блюдо и бокал вина. Так что да, есть отличия. Взять, например, борщ. Это же особое блюдо, очень вкусное. Так его еще и готовят по-разному. Есть варианты и с мясом, и без. И когда меня спрашивают, как представить русскую культуру, я могу лишь ответить от чистого сердца. Эти блюда, я считаю, шедеврами русской кухни, к которой я привык еще с малых лет. Я впервые попробовал их в доме моих родителей и бабушки. И это типичная русская еда. Великолепная, очень вкусная. Я ем ее с огромным удовольствием. Замечал еще какие-то отличия не только в наших кухнях, но при страстиях и в том числе к тому, как мы подходим к выбору блюд. Ну, например, для завтрака, может быть, для ужина. Есть такое блюдо, которое я очень люблю есть на завтрак в России. Я сейчас говорю о каше, которую никогда не ел до своего приезда сюда. Сейчас объясню. В немецком менталитете это считается едой для детей. Каша — это что-то, чем кормят малышей. Но теперь, по возможности, я ем ее каждое утро, потому что она очень благотворно влияет на пищеварение. Она очень полезная. И более того, она мне по вкусу. Так что я бы сказал, что я уже совсем привык к тому, как питаются в России. Ханс, мне очень нравится, как мы с тобой обсуждаем наши страны. Но я хочу обсудить несколько тем более точечно и поставить баллы от 1 до 5. Образование в России и Германии. России я поставлю четверку, а Германии — два. В России отличное образование. Не могу сказать, что лучшее образование в мире. Все же есть некоторые нюансы, но стандарты у вас очень высокие. А в Германии сейчас с этим очень сложно. Система развалена. Дочь моей сестры работает учителем. И в школе теперь очень много иностранцев, которые даже не говорят на немецком. Нетрудно догадаться, что преподавать в таких условиях стало сложно, поэтому и все образование в целом сильно просело. Сейчас стандарт очень низкий. Медицина в России и в Германии. Я бы сказал, что в Германии очень хорошая медицина. Поставлю ей четверку или даже пятерку. Россия между двойкой и тройкой. У вас хорошие врачи, хорошая система здравоохранения, но так дела обстоят не по всей стране. Я знаю, что нас ждет твоя жена, поэтому я предлагаю поехать к ней и продолжить наш разговор. Фидан, очень приятно с тобой познакомиться. Взаимно. Расскажите, как вы познакомились, потому что я знаю, что это какая-то очень необычная история. Познакомились мы в 2012 году в Бакинской филармонии. Ханс был членом жюри на нашем известном популярном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля. На антракте мы с ним познакомились, обменялись контактами. Я его попросила помочь мне найти хорошего педагога по вокалу, потому что тогда я была сама в поиске всего этого. А потом все, наш контакт прервался. И мы не слышали, не видели друг друга ровно 4 года. В один прекрасный день, это был 2016 год, лето, я вдруг вспомнила, что у меня есть такой контакт, и у меня опять какой-то небольшой такой затык в моем творчестве. И вдруг в этот же день он мне отправляет сообщение на Facebook. Почувствовал. В этот же день вечером, спустя несколько часов, от изумления, от шока у меня телефон выпал из рук. Я думаю, как так? Чем отличаются вообще русские женщины и немецкие? Вот только что я поправил ее куртку. Здесь даже уточнять ничего не нужно. Всем известно, что мужчина должен поухаживать за своей женщиной. А если бы я то же самое сделал в Германии, мне бы немедленно высказали. Зачем ты это делаешь? Я сильная независимая женщина, мне это не нужно. Если бы я принес букет цветов на второе свидание, она бы сказала, зачем это ты принес цветы? Ты пытаешься меня купить или как? То есть нужен совершенно другой подход. Немки хотят быть очень независимыми, показать, что в них тоже есть маскулинность, что они могут быть лидерами. И вы либо сойдетесь характерами, либо нет. А в России женщина в первую очередь хочет быть женщиной. Настоящей женщиной. Кстати, это мне тоже пришлось понять. В том числе с помощью моей жены. Она научила, мы нашли друг друга. Фидан, расскажи, в чем тогда отличие между русским мужчиной и немецким? Положительный нюанс то, что они больше, я сейчас говорю о немецких мужчинах, они, наверное, больше уважают границы женщины. Они считаются с ними больше. Они… Понятие свободы у них очень такое, я бы сказала, здоровое. Правильное, неправильное. Я как бы ушла от этих градаций, что правильно, неправильно. Я бы сказала, здоровое. Наши как-то больше посягают на твое пространство, на твою свободу. Им больше надо как-то вмешиваться. А здесь нет, здесь ты себя чувствуешь. И это отражается на внутреннем ощущении, самоощущении женщины, на внутреннем состоянии женщины. Потому что чем расслабленнее я, тем лучше ему. Потому что все завязано на энергообмене некоторым, некоим таком. Это для меня, пожалуй, самый такой важный нюанс. Когда люди не давят, а дают пространство и свободу друг другу. А плюсы у русских какие? Плюсы, кстати, это как зеркальное отражение того, что он сказал по поводу, что я его немножко сейчас учу тому, как обращаться с русской женщиной. В плане, допустим, для него лишний раз… Ну, поначалу для меня это было немного шокирующим. Когда мы встречались, и он… Как бы проходили мимо ребята, продавали цветы. Для меня как бы поначалу было бы приятно, как бы если бы он взял и подарил, какой-то такой жест сделал. Наши бы обязательно такое сделали. А он нет. И он объяснил сейчас почему. Как бы для их женщин это оскорбление. Типа, ты хочешь меня этим купить? А для нас это обычный жест мужчины к женщине. Где женщина себя чувствует больше женщиной. Поэтому вот эти вещи как-то… Они уже… Ну, так как он товарищ гибкий у нас, он быстро это все как бы… Учится этому все. Я недавно увидела одну статистику. По которой в Германии пары разводятся в три раза реже, чем в России. Интересно, с чем это связано? Как мне кажется, возможно, один из моментов, то, что когда люди у нас разводятся, им дают месяц на то, чтобы подумать. А в Германии дают год. Люди должны пожить раздельно и потом принять решение. Но вот так как у Ханса был уже брак, может быть, он нам поведает? Этому есть множество причин. Например, одной из них могут быть решения суда в Германии, который в любом случае заставит мужчину при разводе отдать супруге половину имущества – 50%. Насколько мне известно, в России система немного другая, работает иначе. Кто-то получит деньги, кто-то нет. Так что немцам приходится думать наперед, прежде чем принять решение развестись. Я думаю, что играет роль и эмоциональный аспект. Русские люди более эмоциональны. Они могут принять решение расстаться и больше никогда с друг другом не разговаривать. В Германии ты можешь принять импульсивное решение развестись, но позже все равно подойдешь к вопросу с холодной головой и более рационально. И тогда супруги еще много раз пытаются спасти свой брак. Столько, сколько потребуется. Возможно, дело в этом. Если говорить о темпераменте, 7 из 10 россиян признались в том, что очень часто думают о своей семье. После развода? Нет, вообще, в принципе, либо о создании семьи, либо, соответственно, о текущих обстоятельствах, о семейных каких-то делах. Мне интересно, как это происходит в Германии. Нет, в Германии не так. Разница еще вот в чем. Хотя это, конечно, лично мое мнение. В Германии больше одиноких людей, неженатых. Им требуется больше времени, чтобы решиться на брак. Я бы никогда не сказал, что семья для немцев в центре внимания. Для них гораздо важнее бизнес и свое личное индивидуальное развитие. И только спустя долгое время они начинают думать о семье и о том, чтобы что-то отдавать. Но это огромное отличие. Успешным людям в Германии нравится жить в одиночестве. Ханс, у меня осталось три вопроса, которые я задаю каждому своему гостю. Ты готов? Да. Три главных качества русской души. Первое – это, конечно, открытость и душевная теплота. А также ваше гостеприимство, дружелюбное отношение к людям, теплое отношение вокруг с людьми. Второе – это семья. А третье – это вера, ваша духовность, православные и другие традиции. Я думаю, что это главная особенность русской души, которая крепко связана с историей России и культурными традициями. Вот что такое для меня русская душа. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Я люблю планировать все заранее. Люблю, когда есть четкий, продуманный план. И мне до сих пор бывает трудно понять, что некоторые люди делают все в последний момент, и им правда удобнее откладывать на потом. Для меня это самое сложное. Другой момент, который тоже иногда создает трудности, это когда встречаешь людей, которые совершенно не понимают тебя, например, где-нибудь в ресторане, просто потому что они не говорят на иностранном языке. Иногда это пробки, иногда еще что-то. Но ведь в итоге это все сущие мелочи. Что русскому нужно для счастья? Я думаю, успех, бизнес и деньги. Гармония в семейной жизни. И, конечно, любовь. Спасибо вам большое за это прекрасное интервью. Спасибо за то, что в таком плотном графике выделили нам несколько дней. Спасибо, что показали нам Сочи и Сириус своими глазами. И несмотря на то, что мы очень много сравнивали наши страны, я все-таки думаю, главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Во-первых, я рад быть здесь, в России, потому что для меня это очень захватывающий опыт. Сейчас не самое легкое время, чтобы быть русским, потому что после начала специальной военной операции весь мир говорит о России. Но вот что я могу вам сказать. Расслабьтесь. Сохраняйте самообладание. Наслаждайтесь своей жизнью, потому что вы все еще живете в самой большой и прекрасной стране мира. В богатейшей культуре. Гордитесь этим. И все обязательно наладится. Вот увидите. Настанут хорошие времена. Сейчас происходят глобальные изменения. Сдвиги в развитии многополярного мира. Но весь этот никак не может существовать без России. Здесь фантастический дух. Невероятная русская душа. И я очень люблю этот баланс в людях. Но всем вам нужно больше верить в себя. Не бежать в другие страны, а вернуться сюда и вкладывать свои силы в родную страну. И тогда в будущем все обязательно будет хорошо. Мы застали времена исторических изменений, но я уверен, что все будет хорошо. Я в этом глубоко убежден, поэтому я и живу в России. Это проект «Мы и они на выезде» и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. И конечно же подписывайтесь на нашу группу ВК и Телеграм. Ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!